Всем привет! Я сегодня на барахолке, потому что суббота. Вы, наверное, заждались моих приключений. Ну тогда смотрите. Можете рассказать, что это такое? Кофемолка. Кофемолка? А как она работает? Ручная кофемолка. Куда кофе надо загружать? Сейчас я вам все покажу. Получается, вы ее как лом просто задаете? Загружать вот сюда. Вот так вот она крутится. Но здесь, к сожалению, ее надо немножко подреставрировать. За сколько вы это продаете? За три пищи. А вот сюда она намалывает. Потом высыпаем. Ну если она бракованная, чё ж так дорого? Нет, она не бракованная, она просто немножко залежалась. Чуть-чуть. Понятно. Чуть-чуть залежалась. В метро висели. Вот они вот так были. А вы на какой-то станции взяли и открутили, да? Нет, это в советское время только было. И теперь поставили на ножку и получилась летающая тарелка. Симпатичная. Цена 3000 с подставкой. Мы в них. Нет? Какой сюжет? Я не знаю. Не знаете. Картина стоит 5000. Куда? Абсолютная безвкусица. Вот это обращик того, как не нужно писать. Даже живописью трудно назвать. Вот такую вот маленькую лягушечку с открытым ртом покупаю за 150 рублей. А что это такое? Надо посмотреть. Сколько стоит? Сейчас я думаю. English class. Какой-то сувенир, наверное. Это стекло. Причем сзади написано paper weights. Как раз для придавливания бумаги. Это и означает пресс. Так как это все-таки пресс, покупаю еще почему-то мне передачу коробочку дали, на которой написано аромалампа. Коробка деревянная не от нее, но тоже пригодится. Полторы тысячи. Они рабочие камеры все? Ну, если вы так вот читать можете. Работает. И едет тоже, да? Конечно. Сколько, например, вот это стоит? Дет, полторы. Полторы. Такие на улице. Поворотные. Вот такая кружка стоит 200 рублей. Согласится отдать и за 150. Ну, как всегда, я думаю, для чего она? Для черенков или для хранения ватных дисков в ванной комнате? Вот такая вазочка стоит 700 рублей, но можно торговаться за 500. Если в нее небольшой горшочек пластиковый с растением вставить, то получится красивое кашпо. Правда, придется постоянно воду выливать из него. Но ничего, можно постараться. Вот здесь вот африканские маски, причем они парные. Ими можно украсить какой-нибудь деревянный вход в помещение, оформленное в африканском стиле. На одну сторону портала и на вторую повесить. Из Анголы. Вот. Откуда из Анголы, да? Короче, весь набор 2 500 стоит, но можно и по отдельности купить. Ну, вот этот он 19 века. А кто автор? Мэйсон. Мэйсон, который. Сколько это стоит, чудо? Ну, это секрет фирмы. А, пока не продают. Вот это что? Это икорница. Икорница. Это старая Варшава. Я видела, обычно круглая они бывают, а чтобы прямоугольная. Здесь я не понимаю. Здесь, наверное, вкладка просто. Ну, должна быть, да. А этот-то продаётся? А этот-то продаётся? Сколько стоит? 12. 12. Витя. Витя. Пришкевич. Пришкевич. Это те времена? Пришкевич – это Польша. Это в то время, когда Польша входила в состав России, произведена. Вот здесь я не знаю, сколько слоёв. Многослойное, дроблёное? Травлённое. 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 Травлённое стекло. То есть, протравливали ради краски, да, получается? Я не знаю, как они слоями лили. Ну, как закалка, например. А вот, допустим, на сегодняшний день. А вот эта ваза произведена в Румынии. Галле. Оборудование своё всё продали румынам. И теперь по этой же технологии делаются такие вещи. Но называются уже они тип Галле. Это Наполеон сидит. Климо. А какое клеймо? Кто-то штёр. Я не знаю, с какой. Я спрошу, кто гарнер, кто это. А я не знаю. Всё, ясно. У кого в детстве не было такого чемоданчика? Мне кажется, что у всех детишек он был. Некоторые вещи вызывают истинную ностальгию по детству. Стоит 50 рублей. За 5000 можно купить такую вазу. Её нужно украсить какой-нибудь дачный домик. Потому что узор подходит именно для стиля кантри. Решила в зеркало посмотреть на себя. Вот я какая сегодня вся серебряная. Вот у меня такой интересный облик. Смотрите, какая интересная сувенирная вещь. Стоит 1800. Вот такая вот колясочка. Это керамика. Скорее всего, это Америка. То есть такой медвежонок Тедди везёт игрушки. Очень недорого. Символ плодородия можно купить за 100 рублей. Вот два комода продают за 10 тысяч рублей. Каждый по 10 тысяч. Можно взять, отшлифовать, выкрасить в один цвет. И получится комплект. Вот за 2 500 продаёт такую полку. Она внизу уже вся ржавая. В принципе, можно её ошкурить и покрасить какой-нибудь тёмно-зелёной молотковой краской. И в сад, допустим, на летнее время ампельные растения выставлять. Но дороговато. Я бы её дороже, чем за 500 рублей, не купила. Ну, максимум, 1000 продала. Вот такие вот самодельные фляги из нержавейки. Каждая стоит 500 рублей. Говорят, что их использовали в основном для спирта. А самая длинная, правая, на полтора литра. А вот и есть поменьше на литр. Такая пепельница бронза стоит 14 тысяч на ножки. Это, конечно, здесь нужен вкладыш, чтобы тогда и пепел не проваливался. Так, это у нас сувенирная продукция. В 2006 году была. Коллекционная. Ага. Фридолин какой-то. Comedy Collection. То есть это коллекция разных там клоунов. Да, да. Именно клоунов. Это полимерная глина. А сколько стоит он? Две с половиной. Две с половиной. Клоун решил стать садовником. Вот такая вот машинка стоит всего 500 рублей. Она, конечно, крупногабаритная, но не для маленькой квартиры. Вот так, чтобы рабочую побаловать малыша, а потом куда-нибудь в сарай забросить можно. В этот раз свечек прибавилось. Смотрите. Есть вот такая вот композиция морская. Есть белый кактус. Есть мороженое. Еще есть композиция даже из кактусов. И шарик. Есть еще новогодний вариант. Колокольчик такой. И Дед Морозик. А Дед Мороз сколько стоит? И заяц свечка. И тюльпанчик свечка. Даже пара. Любое полотенце здесь стоит 50 рублей. Они разные. Здесь есть вот с зайчиками на долларах. Фиолетовые, с лавандой. Выбор есть. 200 рублей. Понятно. Знаете, да, что сейчас будет Хэллоуин? Да, да, да. 31 октября. Вот как раз подарок хороший на Хэллоуин. Это свечку нужно туда вставить. А вот этот ангел сколько стоит? Со звездой. Шкатулки сделаны в вербилках методом деколью. Я вам уже рассказывала. Это такие переводные картинки, которые послойно накладываются под лак. Вот такая лазочка симпатичная. Стоит 7 тысяч. Видимо, это бронза. А вот здесь ценник был. Неплохая. Коля мне подарил для детей вот такие вот игрушки. У них уже целая коллекция собралась. Спасибо, Коля. Сейчас поинтересовалась, сколько стоит бабочка. 2000 оказывается. Вот голубая, например. У меня целая коллекция, состоящая из 40 штук. Продать не могу. Они мне надоели. Но, видимо, я ими тогда украшу музей лягушки. Или, если кто хочет купить, обращайтесь. Александр еще придумал одну интересную вещь. Взял и в диск автомобильный. В колпак. В колпак это называется, да? Лампочку скрутил. А куда вот ее приспособить можно? Это в гараже на крыше? В гараже, в сервисе. А сколько стоит она? Ну, она там за 500. За 500 рублей. Ну, что-то как за идею. Да, идея хорошая интересная. Хороший способ зарабатывать деньги. За расходники. Кстати, такой декор подойдет еще для стиля лофт или же, например, хай-тек. А горелка как горит? Наливаете сюда. Масло? Можно масло. Или скипидар. Можно керосин. Можно спирт. Что угодно. И поджигаешь? Делаете вот сюда этот самый фитиль. То есть его надо вставлять в фитиль? Чтобы он пропитался. А закрываешь это, чтобы запаха не было, да? Нет, но это вы закрываете, чтобы она не горела. Ну, понятно. И сколько это стоит? Это регулировка пламени. А, то есть вот воздух, да? Да, да. Так будет большое пламя. Класс. Ну, так поменьше и прочее. Старинная вещь. Сколько стоит? Сколько дадите? 300 рублей. 300 рублей. Просто я думаю, когда будут электричество отключать, она будет незаменима. А что-то мне даже голову не пришло. Одну дверьку уже отломали. Тогда дешевле должна быть, чем гуси. А это я заклеиваю сегодня, и все будет нормально. Со скарбом продается, или все вы из потрясете? Вам нужен скарб, забирайте. У него потом два прессика. Меня дожидаются. Теперь осталось узнать, сколько они стоят. Голубой? Полторы. Полторы, а маленький? Тысяча. Тысяча. Две пятьсот. А лягушка мне в подарок. Ура! От игрушек детства оторваться очень сложно. Каждая из них напоминает тепло родительского дома. Это уже по-современнее. Милые сердцебусы. Вот такие матрешки у меня были. Внизу елочки. Вешали. А сколько топорик стоит с наборной ручкой? Две с половиной. Две с половиной. Вот тоже в тюрьме делали. А вот и Серёженька. Привет. Здравствуйте. Что нового вам в жизни? Здравствуйте. Это мы чем-то любим. Маленький? Прямо из дам. Да, хорошо. Это маскироваться и избегать. Это если призывникам. А, да. Кстати, знаешь, как рекомендуют? Купить форму военную и ходить в ней. Это будут думать, что ты уже пирожок мобилизованный и к тебе не будь присталась. Здрасте. Что у вас на лбу? Вот здесь вот кровь. А я расковырял. Зачем? Ну, комар укусил. Какие комары? Сейчас холодно. Они уже не летают. По мне есть. Сегодня новые какие-то брюки красивые. Вы сами вышивали? Нет. Воль, ну давай, по Жене. Да нет. Нет. Сереж, вот мне предлагают пожениться, понимаешь? А я вот все думаю, согласиться или нет. Как ты думаешь? Я сам и сисью его женщину. Да ладно. Не завтра сейчас. Я так рада вас всегда видеть. А я битвольный. Воль. Ну ладно, я побежала. Вот такие глаза вообще загадочные. Загадочные глаза. Смотришься. Зеленые. А зимний вообще она привлекает. Ольга, смотри, как они часы. Вот, часы предлагает вот мне Сережа. Держу. Смотри, как они... Подаришь? Да, подарю. Конечно, смотри, какие они интересные. Ух ты. Спасибо, дорогой. Держу. Вот. С подарков надо начинать. А потом уже замуж звать. Да, Сереж? По подарке надо... Поцеловаться. Поцеловаться. Вот подарок. Подарки надо дарить. А подарок это не то. Вот подарок. И вот это вот подарок. Ладно. Побежала я. А это? Только на месяц? Ты мне счастливое сделаешь на месяц. Мне хватит этого. Хорошо. Я подумаю. Можно только это... Вы кровь уберите, а то на самом деле... Может быть, это опасно. А это в Индии. Пятнышко в Индии рисуют? Ну, мы же не в Индии. В Москве на барахолке. Я люблю Индии. Я тоже Индии люблю. Вы даже одеваетесь в таком стиле. В индийском, в ярком, в пестром. Хороший стиль. Я, кстати, в выходной перестал. Почему рыц? Страх не было. Ну, ладно. Ну, ладно. Давай, вот. Кофе нельзя пить, а еще что нельзя пить? Мясо. Мясо есть нельзя. Копченый не надо. Копченый не надо. Еще что нельзя. Ну, а соленый надо варить на пару. Ага, понятно. И все сырое надо. А вы именно так вот питаетесь, да? Ну, вы молодец. Вообще поддерживаете свое здоровье. Я ничего не жарю. Молодец. Я вообще ем сырую. Даже рыбу сырую. Я не знаю. Рыбу сырую? Да. Какую? Треска? Да, треска. О, конечно. Да? Это не опасно? А то гельминты заведутся. Мелко порезал. И заправил там, подержал минут 30. Бог. Ну, спасибо за рецепт. Я попробую. А овощи если ешь сырую? Ну, овощи-то я ем сырыми, да. Ну, как овощи ешь сырую? Хорошо. Ну, не люблю я. Топинамбур могу. Ты ее мелко порезал. Ага. И там сметану, там какие-нибудь краски добавят. Ой, попробую. Выкладись знаний. Обязательно сейчас приду и попробую. Попробуй, Катурич. Спасибо за полезные советы. Спасибо. Я туда был языком залез бы. И на накануне. Пока-пока. Ну, ладно, Валя. Пока. Ну, ты не так счастлива его сделала. Ладно. Алоэ на ночь маску, да, надо делать? Это как, марлечку в соке намочить? Нет, почему? А как? Ты можешь сделать маску, жену и муку купить. Так, купила. У него алоэ. Так, мед. Ну, может, тут, ну, это молочную сыр, вот, пообязательно. Туда же в эту маску добавить? Ну, вы же не делаете это? Она не надо. Да, да. Потому что у вас борода, она будет грязная. Нет, это не борода, потому что я не увлекаюсь. А почему вы любите бороду, а не бритые ходите? Ну, это настоящие 490-е, старческие вещи. Не знали? Нет, а что это такое? Они там вообще никогда не грились. Ну, до Петра Первого все бороду носили, да. То есть в волосах сила, да? Они мне клум давали, а клум давали. То, что вот моя тетя, например, она когда причесывалась, все волосы собирала в мешочек. Да, неправильно, наколдовала. Нет, и она говорит, вы этот мешочек со мной в гроб положите. То есть это моя сила в волосах. А я сибирь, а не бородка. Да, понятно. Мне вот отсюда, а если ты начнешь, уже не борода, а проститутская бородка будет. Проститутская бородка. Ну да, типа испанелка. Борода испанелка. Ну, спасибо, дорогой. Побежала я. Ешь все сырое. Хорошо, буду. Ну, все сырое. У меня-то не жарит. И шашлыки не надо. Не буду. Вари только мясо. Хорошо. Вари, попари его. Ладно. И ешь сырую. Не пробовал сырое мясо? Нет. Вот на рыночке пути, там сколько она там, 600 рублей за килограмм. Ну да. Она там же чистая. Ее сам приверяют. Поверь, что ее как азот мелко, как червячки. Как наебалку ходят. Ну, спасибо. Еще палочки надо найти японские, чтобы эти мясо червячки есть. Удобно так, да? А вилкой не надо. И нужно соус какой-нибудь. Да, сама придумала. А вы умеете японскими палочками есть? Ну, вообще, втыкаешь еще. Ну, как втыкаешь? Ей надо две держать, как ручку. Возьми березовую ветку возьми. Березовую ветку может тоненькую сделать. Самой сделать палочки из березы. Извивкой. Ну, эта идея мне в голову еще не приходила. Да, ну, сам пробуй. Ну, спасибо. А вилку вообще брось, она не нужна. Ну, у меня серебряная, так что я облизываю полезная. А серебряную только надо истить в воду. Ну, воду я тоже из серебряного графина делаю. Когда ты же пьешь капюченовую, она позже не дает. Конечно нет. Так что? Свежая нужна. Да, свежая. Ох, как много секретов, вы знаете. Позавидуешь прям. Все, побежала. Ну, счастливо. А ты, хочешь, пиратки, два зуба сделай заватые. Ямаль, положи просто вот сюда вот на зубку. И зачем? И больше эффектов на зубке будет. У меня зубы шикарные. Нет, а ты сюда после лак сделаешь специальный лист. Да ну, на зубы лак я не хочу. Золотой такой. Золотой на зубы. Не-не, не хочу такой. Все, побежала, побежала. Ну, тут же глаза у тебя. Ну, ты еще молода. Ну, там все молодое. Пока-пока. Пока-пока. Кружка с грудью стоит 50 рублей. Да еще ее чертик обнимает. Кому такая нужна, покупайте. А молочай сколько стоит? Молочай. Это растение, да, молочай. 100 рублей. А я не знала, что он там купил. Дорого. Кунгурский завод делает гипсовые изделия. Охотник с собакой. А сколько стоит? 50-е годы делал. 50-е годы. А сколько стоит? 2000. Светильник, он что, цветомузыка, что ли? Он крутится? Он крутится и... И сколько стоит? Он крутится, но это как ночник. А, и крутится тоже. Да. Когда он крутится, это скатя отвлекает. А сколько стоит? 300 рублей. И он в рабочем состоянии? Что это такая ваза? 300 рублей. 300 рублей. Вот такая вот удивительная ваза. Можно сюда поставить и сюда цветочек. А, это общие сосуды, поэтому вода будет общая. Сообщается сосуды. Пьяный еще лежит, уже все, не держится. Короче, это если нажрется пьяный, то так легче держать. Двумя руками кружку. А сколько она стоит? 150 рублей. 150 рублей. Все-таки я, наверное, обязательно вазу эту возьму. Это не детская. Черенки буду в ней выращивать. И кружку эту тоже возьму. Значит, в общей сложности получается... 450 рублей. 450 рублей. Ну и вот эту вот рюмку возьму для прессов. Я их вот так ставлю, а сверху прессов. Чтобы второй уровень был. Вот такой вот кожаный брелочек. Можно на молнию повесить. И она будет украшать какой-нибудь костюм. 30 рублей стоит. Я их все время покупаю. И у меня практически вся одежда увешана такими штучками. Продают вот такие вот карандаши за 50 рублей. Беру одну штуку. Я попробовала, хорошо рисует губы. Ни за что не догадаетесь, что это такое. Я сначала думала, что это пепельница. Что сверху можно мусор класть вот сюда. Мусор класть. Но оказалось, что это печь из Сирии на жидком топливе. На каком, правда, неизвестно. Но тем не менее, вот такое ее предназначение. Вот так вот живешь и не знаешь, какие в мире предметы бывают и для чего они. Кто это она? Полторы тысячи. А сколько вы хотите за него? За эту лампу две тысячи. Две тысячи. Это деревянный остов для лампы. И провод к нему есть. Сладкий медный. Вон даже уже и позеленили от времени. Ну, современный не смотрится. Надо, чтобы абажур старинный был, да. Понятно. Женские трусы, большие размеры, 50 рублей. Это, видимо, мальчиш-плохиш, которому за предательство дадут бочку варенья и корзинку печенья. Это он тут, 100 рублей. Вот так вот выглядит изнутри. Вот из ракушек такая миниатюра. Как много фантазии у людей, которые работают с ними. Можно открыть музей народного творчества с ними. А сколько стоят ракушки вот здесь? Ну, что, рублей. 300 рублей. А вот этого гипсового капитана корабля можно немножечко подреставрировать и подарить какому-нибудь владельцу яхтенного клуба. Стоит он 1000 рублей. Вазочка. Это кружка? Я думала, это ваза. Сколько? 200. 200 рублей. Отлично. Как черенычник смотрится. Еще это как кружка. Беру. Вот еще есть за 200 рублей вот такой вот горшок. Тоже, если туда вставить пластиковый, то получится неплохая композиция. Вот эту керамическую вазу тоже возьму за 200 рублей. Она выглядит как металлическая, поэтому в летнее время перед домом я могу ею дополнить композицию из белого металла. И выращивать там черенки. Ну, еще мне подарили вот цветы магнолии, потому что вот этот букетик в вазочке стоял. Поэтому подарку тоже я рада. Тут еще череночник беру. Вот, смотрите, 100 рублей. Такая прелесть. Да, он здесь тоже. Убегают от Алифы, от Тосны. Пряный чай. А я беру за туману. Спасибо. Замечена. Здесь продается хлебница, которая у меня есть на Никитской. Я ее обожаю. Стоит она 250 рублей. Если бы у меня не было, я бы обязательно ее купила бы. Пожалуй, возьму в другом доме. Свою поменяю. Свет очень ярко. Глаза свечи, да? И глаза, и вот эта посветка. А, посветка. Видите, здесь. Раз, отключила вот эту. Светка вот эту. Каждая по 5 тысяч. Там еще много есть. это гирлянда стоит 100 рублей даже из нее можно бусы сделать или сережки то есть ее можно пришить как украшение на одежду ладно возьмем и вот гуссы вязаные длинные стоят 300 рублей единственное они конечно тяжелые видимо там внутри в основе деревянные шарики какой размер ботинки обычно new wave делает такие ботинки нет сорок пятый какой-нибудь нет мне кажется 43 5 хорошая идея на брюки нашивать меховые карманы выглядит очень стильно долго смотрю не могу понять что ли это медведев то ли это путин молодости скорее всего медведев медведева путин оказывается он меняет изображение посмотрите это календарик путин медведев путин медведев путин медведев и сколько стоит реликвия не продается такая майка марва нижняя картинка похожа на моего лёшу в молодости стоит это тысячи рублей ампо из ниточек а это для олечки вот этот из ниточек лампы сколько стоит он еще не решил да это это тысячи рублей да просто я думаю как ее чистить ведь пыль будет на ткань садится на тканевые основу пылесосом на нитки пылесос и стирать снимать снимать не смотрите сначала пылесосом а потом сырую губку понятно сейчас в моде кожаные штаны но я их не люблю потому что в них жарко но вот эти например у них задняя основа тканевая поэтому решила взять попробовать если мне подойдут то оставлю если нет то я верну их сюда кто-нибудь другой поносит стоят они 1800 а мне за 1700 отдадут а вот этот шампунь черная икра объем стоит 250 рублей он не очень нравится поэтому возьму две штучки до 100 рублей продается такая вот корзиночка с изображением матроны московской непонятно что в такой корзиночке можно хранить ладан только может быть на башнице вся от рублей такая шкатулка никогда не ожидаешь что петуха можно просто взять и голову снять смешно для тех кто собирает кружки а здесь есть такие три экземпляра с изображением голландских городков вот все три он отдает за 600 рублей 200 каждый вы думаете что это такое я думала что это шалтай-балтай который сидел на стене женском обличье оказалось что это копилка здесь вот есть отверстие и можно собрать себе состояние в такую милую даму с длинными ресницами стоит 250 рублей что это 350 рублей посмотрите это косухо и она очень симпатично украшено то есть вот такая вот молния сейчас одни только молнии такую цену стоит да гайки кошки для мужского там как стоит 150 рублей дать за 100 и рите здесь такое колье вот так вот надевается отдают его за 100 рублей я хочу взять две штуки и либо вазу какую-нибудь украсить либо одежду такими штуками в принципе можно сдизайнировать еще одно хорошее более интересное колье сделать 200 рублей всего вот такая крошечная сковородочка очень хороша для того чтобы делать запеканочки порционные куплю майор она наверняка обрадуется стоит 100 рублей за 100 рублей да вот код стоит 100 рублей собачкой стоит для тех кто собирает котов просто лишь необходимое смотрите какой удивительный флакон это щука и сколько она стоит у нас сколько это что джель да это джель спасибо детки собирают смотрите эти пирамидки они должны складывать митинге сколько это рубли дед морозь похож на деду мишку наверное я его скоро встречу это что такое-то флакон какой-то сколько стоит она серебро 19 лет 30 хрена в уху возьму 2 за 500 рублей который на кирову стало холодно ему надели шапку он попросил сколько стоит бюджет шестьдесят пятьдесят семьдесят третий какой красивый пресс виде раковины и внутри даже жемчужина и всего за 900 рублей специальная цена от моих почитателей для меня такая вот вазочка виде сумочки стоит 900 рублей это для тех девочек которые их собирают